Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегета мы продолжаем чтение книги Паралепименон и сегодня мы будем читать 11 главу. С первого стиха по третий говорится о воцарении Давида. И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон, это происходит после смерти царя Саула, и сказали, вот мы кость твоя и плоть твоя. В каком смысле? Это показывает на то, что первыми, кто приступили к нему, это его колено, колено Иудина, они точно были его кость, его плоть. И вчера, и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и водил Израиля. И Господь Бог твой сказал тебе, ты будешь спасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля. То есть, оказывается, даже при управлении Саула Давид как бы уже царствовал. Они говорят, эти люди, ты выводил и водил Израиля. То есть, ты как бы стал уже правителем над нами раньше вот этого момента. И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид, завет в Хевроне, пред лицом Господнем. И они помазали Давида в царя над Израилем, по слову Господню, через Самуила. Мы видим, что Давида помазывают несколько раз. Сначала он помазывал сам прорубь Божий Самуил. А здесь как бы открытое помазание уже старейшинами еврейского народа, потому что Самуила уже не было в живых на тот момент, и эти старейшины, они как бы подтверждали действия Самуила, и как бы чуть ли не от лица Самуила это делали, потому что здесь так и написано. И они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господня через Самуила. То есть, они знали, что такое слово было. 4 стиха по 9 рассказывается о том, как Давид делает Иерусалим своей столицей. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу». Кстати, вот когда говорится «весь Израиль», имеется в виду не только колено Иудина, тогда было бы сказано «иудеи», а «весь Израиль» значит и другие колена, то есть единодушно. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, и там были и фусеи, жители той земли». Это один из тех народов, которых они должны были прогнать по воле Бога. Господь говорил, что вот семь народов надо изгнать, и среди них вот эти и фусеи. И сказали жители Иевуса Давиду «не войдешь сюда». То есть они были уверены, что он не сможет взять крепость Сион. Это как бы основа древнего Иерусалима, потому что она была очень хорошо укреплена. Но Давид взял крепость Сион. С этого момента эта крепость становится как бы особым таким знаковым местом. Есть еще многие пророчества в Библии, где говорится о Сионе. «Это город Давидов». И далее 6 стиха. «И сказал Давид, кто прежде всех паразит Иевусеев, тот будет главой и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главой». То есть он поразил Айфусеев и за это сделался главой. «Давид жил в той крепости, потому и назвали ее городом Давидово». То есть крепость — это прежде всего Сион. То есть в то время Иерусалим не был таким большим, как, например, во дне Иисуса Христа. «И он обстроил округом город, начиная от Милло, всю окружность, а Иоав возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним». То есть Давид начинает обстраивать город. В те времена город — это прежде всего крепость. И город без городских стен представлялся как бы открытым пространством для всякого завоевателя. Здесь мы видим, что Давид начинает обстраивать город, а потом Иоав как бы входит в его труд и возобновил остальные части города, как мы здесь прочитали. Но главное, что преуспевал Давид и возвышался, и Господь Саваоф был с ним. Действительно, как сказано в Писании, в сует трудятся строители, если Господь не с ними. То есть напрасно Труица. Далее и до конца перечисляются знаменитые воины Давида, которые совершали великие подвиги. Их имена мы находим, перечисление их имен, во второй книге «Царств», 23 глава, с 8 по 39 стих. Начинается это перечисление словами «Вот главный из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем», то есть со всеми другими коленами, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. Кстати, потом, когда еврейский народ разделится на Иудею и Израиль, под Иудеями надо понимать колено Вениаминова, колено Иудина и колено Левина, а под Израилем все остальные колена. А здесь Израиль, вот до разделения при Равааме, это все колена, которые действуют единодушно. И вот число храбрых, которые были у Давида. И дальше вот перечисляются имена, и коротко говорится о некоторых подвигах, которые совершали эти люди. Но когда мы изучали с вами вторую книгу царей, 23 главу, мы там подробно все это рассматривали. Таким образом, в этой главе главная тема, главная мысль — это взятие Иерусалима, подсорение Давида в этом городе, а главное то, что Давид делает Иерусалим столицей. Это произошло где-то тысячи лет до Рождества Христова. И, собственно говоря, Иерусалим становится столицей всего еврейского народа, когда в него вносят Ковчег Завета. И мы знаем, как Давид переживал за то, чтобы Ковчег Завета точно был бы внесен в Иерусалим, поставлен на достойном месте, как говорится, без Бога не до порога. Субтитры создавал DimaTorzok